Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Тема патриотизма. Сегодня неизменно связана со спортом. Воспитанием подрастающего поколения занимаются прославленные спортсмены. И вот мастер-класс в Рязани от старшего тренера сборной России по греко-аримской борьбе. Одно из таких событий. Итак, сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта, старший тренер сборной России по греко-аримской борьбе Николай Морнов. Здравствуйте! Здравствуйте! А также представитель попечительского совета фонда «Мамино сердце» Владимир Бурмистов. Здравствуйте! Добрый день! Первый вопрос к вам, Николай. Приезд в Рязань – это разовая акция или же у вас есть какой-то список городов, программы целой посещений? На протяжении последних лет география поездок моих, помимо того, что основная деятельность – это отбор сборной команды России, это обязательные отборочные соревнования и учебно-тренировочные сборы, на основании которых команда готовится к международным стартам. Это прежде всего, конечно, поездка по регионам, проведение мастер-классов, проведение встреч с возрастающим поколением, с тренерским составом на местах для того, чтобы одновременно углубиться в состояние на местах развития нашего любимого вида спорта одновременно. Ну и популяризация – один из моментов вида спорта, правильность воспитания в целом, проведение тренировочного процесса. Ну и все эти факторы, помимо того, что, как мы говорим, что здоровый образ жизни – это здоровье, спорт – это здоровье. И поэтому здесь все составляющие, помимо этого, идут, когда мы говорим о здоровом образе жизни и здоровье нашего подрастающего поколения. Неотъемленный процесс – это прежде всего образование, воспитание. И возвращаясь к вашему вопросу по поводу, это одноразовая поиска или нет, конечно, все зависит от инициативы на местах, в регионах, которые приглашают, привлекают различных спортсменов уровня и достоинства для того, чтобы привлечь юное поколение, зажечь в них желание тренироваться, ставить перед собой максимальной целью и идти вперед. Поэтому это не одноразовая акция. Масса мероприятий такого рода проводится по России. Буквально месяц назад я был в Сибири, Алтайский край, Новосибирская область, где провел также ряд таких же мероприятий с подрастающим поколением. Спасибо. Владимир, вопрос к вам. Совсем недавно фонд «Мамино сердце» поддержал проведение турнира в Рязани имени героя Советского Союза Федора Политаева. По той же самой греко-римской борьбе. Это какое-то особое отношение у вас к этому виду спорта? Во-первых, пропаганда здорового образа жизни и формирование патриотического сознания у молодежи – это одно из основных направлений работы нашего фонда. Почему греко-римская борьба? Ну, лично мне кажется, что это один из тех видов спорта, который формирует характер у мужчины, волевые качества и учит его дружить. Все знают, что борцы на ковре – злейшие враги, а за ковром – это лучшие друзья. Поэтому мы на борьбу смотрим более таким вниманием и все делаем, что в наших силах фонда, чтобы поддерживать этот вид спорта в Рязанской области. Спасибо. Давайте вернемся к мастер-классу. Что из себя представляет вот эта акция? На самом деле, несколько вариантов проведения такого рода мероприятий. Я склоняюсь к варианту полноценного проведения тренировочного процесса. От его начала до окончания. Не просто для картинки собрать массу детей, показать технические действия. Я вот проводил такой прием или для картинки там красивые броски. Вот именно показательно максимально сделать так, чтобы увидели и одновременно воспитанники молодые, и тренерский состав, как нужно вести тренировочный процесс от его начала до его конца. И плюс к этому моменту мы еще прибавляю обязательно беседы перед тренировкой с ребятами, которые также нужны, потому что борьба – это у нас доп. образование одновременно. Доп. образование, дополнительное воспитание школа, где тренерский состав, может быть, более близко уже начинает общаться с возрастающим поколением. И неотъемленные моменты, фактор – это знание истории олимпийского движения, знание истории своего любимого вида спорта, в том числе знание истории России и знание истории этого вида спорта в своем регионе. Ну вот вы ездите по стране и в том числе смотрите на то, как работают федерации местные. Как бы вы оценили работу Федерации Рязанской области? Ну, в Рязанской области Федерация спортивной борьбы России, областной центр во главе с Валерием Николаевичем Хабаром, очень активно проводит свою деятельность по организации проведения всероссийских соревнований, массово на себя берет. А это одновременно проведение соревнований, помимо поляризации, дает вехи развития, привлечения, вот в том числе при помощи фонда «Мамино сердце» меня для того, чтобы я провел такого рода занятием для, еще раз говорю, помимо поляризации, импульс и толчок дать. То есть каждый старт, который проводит проводящая организация всероссийского масштаба и международного, в том числе, на Полетаево у нас участвовали, да, и представители других стран, в том числе, это импульс развитию этому виду спорта. И поэтому на хорошем уровне организация проведения всероссийских соревнований, в том числе и организация тренировочного процесса. Поэтому роль ни в коем случае нельзя ущемить президента Федерации спортивной борьбы Рязанской области и Федерации в целом. Владимир, сейчас Вы привезли заслуженного мастера спорта. Какой календарь событий у Вас на ближайший год? В планах еще привозить спортсменов, приглашать спортсменов такого же уровня, как Николай Мунов, разных видов спорта. Мы уже говорили, что фонд объединяет вокруг себя различных людей, спортсменов, врачей, профессионалов разных категорий, разных категорий граждан. Всех этих людей объединяет благие цели, желание делать хорошие дела, воспитывать поколения, быть полезным обществу и нашей стране. Сегодня Николай Алексеевич откликнулся на нашу просьбу. Совершенно безвозмездно, как волонтер, приехал показать свои навыки, показать свое мастерство, поделиться этим. Валерий Николаевич Хабаров тоже поддержал президент Федерации двумя руками. Шабанов Виталий, Академия единоборств, площадка, на которой будет все представить. То есть, администрация города, Сосунов Кирилл Олегович. То есть, все эти люди совершенно без каких-то мотивирующих факторов по собственному желанию объединяют свой фонд и делают эти прекрасные события, полезные для детей, для города, для страны в целом. Скажите, вот эти поездки, я так понимаю, это такой, в том числе и скаутинг. То есть, вы ездите по городам России, показываете мастер-классы и заодно присматриваетесь к потенциально сильным борцам. Перспективно. Перспективно, да. А вообще, это влияет на тренировочный процесс? Вообще, как у нас сборная, учитывая время, которое сейчас происходит, готовится к предстоящим соревнованиям? Это что-то внутренне между собой, или же все-таки мы на международное соревнование-то поедем? Ну, первое, хочу отметить то, что вы правильно заметили, что вот выезжая в регионах, нужно искать действительно алмазы, которые потом, благодаря огранке, превращаются в бриллианты. Понимаете, как? И на местах у нас, особенно в глубинке, масса талантливых детей, которые хотят, которые желают, которые мотивированы, у которых горят глаза до знаний, до побед. И моя роль и задача в этом – содействовать им, помочь, и в том числе сделать наставление их воспитанникам, которые есть тренеры, нуждаются в помощи в том числе. И одновременно эти поездки я углубляюсь в положение и состояние на местах детских школ, Федерации в целом, взаимоотношения, руководство Федерации с тренерским составом в том числе. Но, говоря на сегодняшний день о плане подготовки сборной команды юниорской России, то она у нас идет в штатном порядке, как и каждый год, есть план подготовки сборной команды России, я имею в виду юниорской, в частности, к международным стартам. И внутренний календарь, который составляется у нас по мероприятиям, как отборочные соревнования, на основании которых формируется списочный состав сборной команды России, так и отборочные старты последующие, и учебно-тренировочные сборы в таком же формате, и в плане идут, как они и были. Поэтому мы вот недавно, да, было принято решение Международным Олимпийским комитетом о допуске российских спортсменов, да, и белорусских международным стартом с определенными критериями. Конечно, здесь, если мы говорим спорт, не политики, то должен быть равный допуск спортсменов всего мира без каких-либо критериев к международным соревнованиям. Тогда это будет основа, конечно, выступления. И наша задача в любой момент быть готовыми, потому что в любой момент сейчас уже могут дать разрешение на выступления к международным стартам. Наша задача быть во всеоружии и продолжать, как и до этого, победные традиции и лучшие результаты советской и российской школы борьбы. Я не случайно в начале нашего разговора сказал о том, что спорт и патриотическое воспитание, они связаны, вот, неделимы, да. Для вас же тоже важно, чтобы он не только, скажем, технически был оснащен, но и подкован, скажем так, внутренне, да, спортсменам. Что для этого делается? Ну, один из моментов, по крайней мере, моего отношения к процессу воспитания одновременно, именно воспитание я отмечу, потому что процесс совершенствования у нас как спортсмена и воспитание как личности, он неотрывно связан от проблем образования и воспитания, если целостной личности мы говорим. И в этом аспекте именно вот с детства «Детские тренеры в обязательном порядке». Вот с такого маленького слогана, как «Гимн России», да, мы говорим, только сейчас к этому пришли. Моя тренерская деятельность уже более 20 лет назад, у меня каждая тренировка детская начиналась с чтения «Гимна России». Пусть такой маленький, физический, перед тренировкой, но это уже закладывает основу патриотизма с детства. Именно чтение. Именно чтение, да, не поем. Да, полностью откладывается в памяти текст. Потом, выезжая в летние оздоровительные компании, мы в обязательном порядке с детьми учили песни, как «День Победы», с чего начинается Родина. Понимаете как? И я знаю, что вот возраст 7-10 лет, где основа закладывается, восприятие у детей, отношение к своему делу, к своей семье, к своей школе, к своему другу и товарищу, который вместе с ним ходит на тренировки. И вот эти базовые основы закладываются с детства. Потом патриотизму тяжело увеличить 20-30 лет, когда человек сформирован. А неосознанно дети это всё воспринимают и в себе остаётся. И поэтому вот, в частности, разъезжая по регионам, везде перед проведением такого рода мероприятия, мы сначала строим всех детей и вызываю, и проверяем на знания гимна России, да. Потом в любом случае их знаем, не знаем, мы все вместе читаем гимн России, а потом приступаем к проведению соревнований. И мы знаем, что у нас в любом случае перед каждым мероприятием всегда включается гимн России. Включается, да, я вот именно акцент делаю на это слово. А мы вот становимся, у нас 60-100 участников, 120, и представьте, все детки вот в один голос читают гимн России. Как мощно это звучит, просто если кто-то присутствовал, тут аж дрожь идёт по телу, когда видят вот в таком юном, да, молодом воспитаннике вот такие глубокие чувства, потому что у детей всё открыто происходит, лукавства нет никакого. Вот с душой, чистой душой, открытым сердцем происходит это. И поэтому здесь вот закладывая основу, как мы говорим, в воспитании именно патриотизма одновременно, и второй момент – это история. История – это тоже часть воспитания патриотизма и любви к своей Родине в том числе. Владимир, а фонд «Мамино сердце» в какие-то патриотические отдельные акции готовят? Мы только что провели патриотический фестиваль, то есть это всё связано с искусством, и в творчестве детей мы услышали вот эти же ноты. Любовь к Родине, любовь к родителям, желание строить свою страну успешной, счастливой, перспективной. Это уже мы закладываем детям. У меня лично сын 7 лет, он выступил со стихотворениями о любви к Родине. Называется «Я знаю то, что выстоит Россия». Очень актуально сейчас. 7 лет. Вот мы этим тоже занимаемся. Для меня это лично одна из ключевых историй сейчас. Я на своём примере, на примере тех ребят, которые выступали на фестивале, на примере прославленных спортсменов, как Николай Алексеевич, я учу своего сына, показываю, каким надо быть мужчиной, каким надо быть гражданином, и формирую его характер уже сейчас, его личность. Я вот в частности могу добавить, по поводу именно детских, помимо того, что я говорю, Днем России, мы обязательно, у нас ни одного вида спорта нет, где масса стихотворений написано, по именно греко-римской борьбе, в том числе и гимнов, и песен, и стихотворений. Ну и в частности, вот по Родину у меня ещё, вот детки читают четверостищи, знаете, я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, ну и так далее. Поэтому вот, даже вот эти мелкие четверостища, которые закладываются в память, но отдают глубокое сознание о своей сопричастности к нашей великой и могучей стране. Хорошо, спасибо вам большое за разговор. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами ещё увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова